Открывая восьмой отчетно-выборный съезд Федерации независимых профсоюзов Абхазии, председатель организации Азарет Айба обозначил отчетный период с 2015 по 2021 год. Последний очередной съезд проводился в 2015 году, а седьмой съезд был экстренным. На нем о проделанной работе не отчитывались. Причиной явилось то, что систематическое игнорирование конституционных законных и основных требований Федерации по вопросам имущества и взаимоотношения с Фондом социального страхования, охрана труда со стороны исполнительной законодательной власти Республики Абхазия вынудил нас провести чрезвычайный седьмой съезд. Азарет Айба отчитался перед делегатами съезда о проделанной за шесть лет работе, в том числе рассказал о конкретных случаях, когда вмешательство профсоюза способствовало восстановлению нарушенных прав трудящихся. Федерация профсоюза в числе прочего участвовала в урегулировании трудовых споров в 4-й столичной школе, в Сухумском роддоме, а также поддержала просьбу врачей Гудаутской ЦРБ о повышении зарплат. Азарет Айба подчеркнул, что во всех озвученных им случаях восстановления трудовых прав пострадавшие получили денежную компенсацию за вынужденные прогулы и за моральный ущерб. В 12 лет Терроза Манчина борцов не могла восстанавливать на свое место директора Хибсенской средней школы. С этим материалом пришел ко мне известный политик, бывший третий секретарь Абхазского комопартии, Чемчинского райкомопартии, Пач Харитонович Псатабзе, Имен Гайдабри. Счетные президиумы занимались в течение недели. Мы вынесли решение, что незаконно она была уволена. И была она восстановлена после 12 лет. Ей была выплачена компенсация, нанесен моральный ущерб, но она не пошла туда за 12 лет. Там формировался новый педагогический состав. Она пошла работать в отдел. И все равно ЦУБ убрал ее под видом, что пенсионный возраст. Не теряющий актуальности для Федерации профсоюзов вопрос – борьба за имущество. В советское время различным профессиональным союзам принадлежало более 40 здравниц. После войны все имущество было объявлено государственным, а профсоюзам обещали вернуть 5 объектов, чтобы трудовому народу было где отдохнуть. Среди обещанных объектов были курорт Пицунда вместе со зданием поликлиники, земельный участок в Гудауте, где позже расположились миротворцы, Гагарская поликлиника, переданная в частную собственность в середине нулевых, и дом врача в Сухуме, где сейчас расположено Министерство репатриации. Сегодня на балансе Федерации профсоюзов один объект – недостроенное 19-этажное здание в Гудауте, которое мертвым грузом висит на организации. Отремонтировать денег нет, а купить никто не хочет. Профсоюзы Абхазии в лице ваших предшественников 486 делегатов, 246 членов пленума, 77 членов президиума прошли все инстанции в Абхазии – Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру. В Верховный суд несколько раз обращались, в последний раз за подпись сушения в суде Верховного суда получили. Из-за отсутствия нормативных актов в конституционном судопроизводстве отказываемся рассмотреть заявление председателя Федерации независимых профсоюзов обходимых. По запросу в российские архивы, председатель Федерации профсоюзов получил документ, где указано, что 35 миллионов советских рублей на строительство курорта Питсунда были выделены именно из профсоюзного бюджета. Эксперты из Тамбова подтвердили, что в пересчете на сегодняшние деньги это 2 миллиарда 956 миллионов 260 тысяч рублей. После получения этой суммы я обратился к парламенту, президенту, премьер-министру. Давайте мирным путем решим. 2 миллиарда вы не имеете в Абхазии, нет. Выделите 1 газ земли в Питсунде, выделите 1 газ земли в Гагра. По нашим подсчетам для строительства грубо посчитали до 500 миллионов рублей. Пусть ваши специалисты посчитают эти контрольные цифры, мы примем. Обсмеялись на меня, надо мной. Все альтернативные предложения федерации, например, о покупке и передаче на их баланс здания бывшей клиники «Савитар» с целью создания там детского лагеря, также не нашли поддержки у руководства Абхазии. Но Азарет Айба не сдается. Ему трудно смириться, что объекты, где раньше бесплатно отдыхали трудящиеся и их дети, сейчас разрушены, распроданы или используются для других нужд. Восьмой отчет на выборный съезд снова избрала Азарета Айба председателем Федерации независимых профсоюзов. Эту должность он занимает с 1994 года. Надежда Боровикова, Степан Мартиросян, Абаза ТВ.